Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Часть во мне осталась, а часть вот... В этом году пострадавших от клещей уже на 30% больше, чем в прошлом. Алена Кузнецова провела эксперимент, чтобы понять, насколько качественно обрабатывают городские территории. Последние пару недель летняя погода в Красноярске держалась лишь один-два дня. Тепло, но дождливо осадки обещают почти каждый день. Подробный прогноз на неделю. Около 6 миллионов человек в России употребляют запрещенные вещества. Это данные за 2023 год. Как навсегда избавиться от зависимости. Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Вертолет врезался в крутой склон на северо-западе республики, недалеко от границы. Жительница Назарова избила 12-летнюю школьницу из-за электронной сигареты. Об этом сообщили в МВД. По предварительной информации, 19 мая пострадавшая ночевала у своей подруги. В какой-то момент мать-приятельница не нашла свою электронную сигарету и решила, что ее украла гостья. После этого 30-летняя женщина несколько раз ударила девочку по голове. В полиции уточнили, что скорую помощь школьницы вызвала соседка. Как сообщает телеграм-канал ШОТ, в больнице у девочки диагностировали ушиб головного мозга, а из гематомы на лбу пришлось откачивать жидкость. Девочку оперировали несколько часов. На днях школьницу выписали и отправили лечиться амбулаторно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Женщине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов. В Каннске пьяный мужчина мастурбировал на глазах у детей. Его сдержали. Видео с анонистом появилось в социальных сетях. Подростки, которые и обнародовали кадры, рассказали, что незнакомец ранее к ним приставал. Позже к делу подключились правоохранители. Следователи установили, что мужчине 33 года. Он гражданин Узбекистана, а в России находится незаконно. 17 мая в микрорайоне Солнечный Каннска он заметил девочек 11 и 14 лет и 13-летнего мальчика. И чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, начал мастурбировать. Мужчину задержали. На него завели уголовное дело о развратных и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ему предъявили обвинение. С начала сезона клещи покусали почти 3000 жителей Красноярского края. В половине случаев учили нестоногих нашли опасные для человека инфекции. Борелиоз, анаплазмоз, архелиоз и энцефалит. При этом в прошлом году, в апреле и мае, жалоб на присасывание было на 30% меньше. Почему в этом сезоне клещи нападают на людей чаще, разбиралась Алена Кузнецова. Вот он сидит здесь у меня. Нынче первый. Тамара Родионовна в очереди показывает клеща, которого подцепила на дачу в выходные. Женщина в пробирке принесла челестоногая на сопочную 38, чтобы отдать на исследование. Первый клещ в этом сезоне, но третий за всю дачную карьеру. Предыдущие два случая обернулись для пенсионерки борелиозом и долгим лечением. В прошлом году не ставили гомоглоблин. Сказали, не помогаю. Пришлось дважды принимать антибиотики. Я всю микрофлору в своем кишечнике испортила. А что делать? Надо продавать дачу и все. Изменить свои привычки уже подумывают и другие посетители сопочной. Их в утро понедельника здесь традиционно много. Все эти люди позже войдут в статистику Роспотребнадзора. А пока она гласит, что с начала сезона и до 17 мая с жалобами на укусы обратились 2943 жителя Красноярского края. В половине случаев у клещей нашли опасные для человека инфекции. При этом в прошлом году пострадавших было не так много. К 19 мая 23-го 1900 человек. На 36% меньше. Почему кровососущие нападают чаще? Тут в голову приходят две версии. Первая погода в этом году для активности клещей более благоприятная. А вторая улицы стали обрабатывать хуже. Первое же предположение подтверждают микробиологи. В этом году сезон был настолько благоприятен, именно температурно-влажностный, что это спровоцировало такую более ярко выраженную активность клещей. Основной пик активности клещей приходится на такие температурные диапазоны, как 10-15 градусов. В этот период они наиболее активны. Соответственно, количество случаев укусов тоже будет увеличиваться. Также для клещей очень важным критерием является повышенная влажность. Они достаточно влаголюбивы. И самое важное еще, помимо этого, необходимо, чтобы была такая средняя степень затененности. Активное солнце, то есть интенсивный ультрафиолет, влияют на, наоборот, снижение активности клещей как таковых. Что же касается обработки города, клещей у нас травят в тех местах, на которые на основе многолетних наблюдений указали в Роспотребнадзоре. В этом году больше 460 гектаров. Как правило, это прилегающие к лесам земли и муниципальные участки в жилых районах. Если красноярцы цепляют клещей на других территориях и сообщают об этом в службу 005, эти места обрабатывают дополнительно. На все тратят 1,7 млн рублей из краевого бюджета и 600 тысяч из городского. Главные подрядчики не меняются вот уже несколько лет. Они используют безопасные для людей и животных химикаты. При этом горожан просят не посещать участки сразу после распыления хотя бы сутки. Клещи в это время все еще могут быть активны. Еще одно условие для качественной травли – подходящая погода. Должно быть сухо и тепло, потому что препарат имеет контактное действие. И он должен в землю уйти, грубо говоря, не быть смытым дождем сразу же. То есть какое-то время должно пройти все-таки между обработкой участка и осадками. Вот обработали один раз, через 2 недели приехали, с флагом пошли. И если клещи не обнаружились, значит повторная обработка не требуется. То есть препарат хороший, препарат длительного действия, соответственно, и повторная обработка требуется крайне редко. Наша съемочная группа тоже решила проверить качество обработки города от клещей. Мы в сквере победителей. Здесь обработку проводили 3 мая, чуть больше 2 недель назад. Вот эти кадры. В качестве защиты у нас резиновые редакционные сапоги, перчатки, на голове капюшон. Ловить клеща будем на обычную марлевую ткань. На обработанной территории охота на клещей результатов не дала. Ноль членистоногих на один квадратный метр марли. Для сравнения, этот же эксперимент проводим там, где от клещей точно не травят. Сусликовая поляна на острове Татышев. Распылять химикаты нельзя в водоохранной зоне. Ни на Сусликовой поляне, ни рядом с ней найти клеща нам не удалось. Ну, это для нас хорошая новость, потому что подцепить членистоногое на себя мы не хотели. Но это совсем не значит, что клещ не присосется к кому-то другому из отдыхающих. Но если съемочной группе повезло, то нашим зрителям удача избежать встречи с клещами улыбается реже. Фото и видео своего улова присылают жители Ветлужанки, центра и других районов. Ну это во дворе, ну это капец опять, блин. Два года назад были и сейчас опять. Собственные дворы, дачи, столбы, Таргашинский хребет, кладбище. Все эти места нам сегодня назвали посетители пункта приема клещей. Здесь важно понимать, что городская администрация обрабатывает только муниципальные территории. Если речь идет, например, о школах и детских садах, искать и нанимать подрядчика должны сами организации. На придомовых территориях этим занимаются управляющие компании после обращения собственников. Особо осторожными нужно быть на кладбищах. Там химикаты распыляют лишь на общих дорожках. Участки с захоронениями считаются частной землей. Алена Кузнецова, Илья Сергеенко и Данил Мамонтов. Новости ТВК. И погода на этой неделе будет благоприятной для активности клещей. Синоптики прогнозируют дожди практически каждый день. А паразиты как раз не любят жару и любят влажность. Подробный прогноз расскажет Стефания Гордиенко. Весна подходит к концу и все чаще красноярцам об этом напоминает погода. Жаркие дни радуют жителей, однако стабильное тепло в город еще не пришло. В последние пару недель летняя погода в Красноярске держалась лишь один-два дня. Так будет и на этой неделе. Сегодня температура воздуха поднималась до плюс 15. Шел небольшой дождь. Осадки продолжатся и ночью. Ожидается до 8 градусов тепла. Завтра будет плюс 20 и облачно. В ночь со вторника на среду дождь и 10 градусов. В среду 22 мая столбики термометров поднимутся до 22. Будет облачно. Возможен небольшой дождь и порывы ветра до 4 метров в секунду. Ночью плюс 10. В четверг температура воздуха прогреется до 20. Облачно с прояснениями. Также осадки. В ночь на пятницу плюс 9. 24 мая в последний рабочий день 23 градуса выше 0. Ночью плюс 10. В субботу 26 градусов и небольшой дождь. В ночь на воскресенье будет плюс 11. 26 мая ожидается 21 и пасмурно с порывами ветра до 4 метров в секунду. Теплая погода на выходных, конечно, хорошо. Однако многие, несмотря на запреты, уже открывают купальный сезон. Делать этого пока не рекомендуют ни в Роспотребнадзоре, ни в МЧС, ни врачи. У нас все-таки купальный сезон нормальный. Это середина июля, ну и июль месяц. То есть, когда более-менее устойчивая температура воды, до этого нет. В идеале температура воды должна быть 25-28 градусов. К сожалению, у нас такой температуры добиться очень сложно. В любом случае, если вы соберетесь купаться в прохладной воде, то есть после этого выйдете, выпейте горячий чай и закутаетесь во что-нибудь теплое. К тому же сейчас в Красноярске нет ни одного разрешенного пляжа. Когда и где они будут открыты, пока неизвестно. Стефания Гордиенко, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Трехлетний мальчик утонул в болоте в Ачинском районе. Трагедия произошла вечером 18 мая в селе Щетинкино. Ребенок остался без присмотра и вышел за ограду. Через несколько минут мать заметила пропажу мальчика и отправилась на поиски. Тело в итоге нашли соседи. Известно, что погибший ребенок страдал аутизмом. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным правоохранителей, папа мальчика в день трагедии находился в другом селе. А в доме помимо мамы была бабушка. Красноярец повел чужих детей извиняться. Они мешали гулять его матери с дочкой. Все произошло 17 мая в жилом комплексе Тихий Зори. Изначально в соцсетях появились кадры, на которых мужчина сначала за шею, потом за руки ведет двух детей в подъезд. В полиции ТВК уточнили, что красноярец повел ребят на встречу со своей матерью, чтобы те перед ней извинились. Якобы несовершеннолетние мешали пенсионерке гулять с внучкой. Они катались на самокатах, мусорили и хамили. Об этом нашей редакции рассказал уже сам мужчина. По его словам, вечером он застал свою мать в слезах с высоким давлением. Она рассказала, что произошло. И когда красноярец вышел из подъезда, на площадке увидел тех самых мальчиков. Посчитал, что будет правильным, если обидчики извинятся перед потерпевшей. Конечно, мне пришлось взять их за руку и вести. Подходя к дому, я попросил мальчиков прикрыть рукой глаза, чтобы они не увидели, номер какой квартиры я набираю на панели домофона. Но уже в лифте я понял, что такая мера перебор. И сказал, что держать глаза закрытыми совсем не обязательно. Утром я позвонил своей маме. Выяснилось, что в половину 12 ночи родители мальчиков приходили выяснять отношения и с ней. Да, возможно, стоило стерпеть. Проглотить эту обиду. Забить. Ведь похоже, что в наше время проще всего живется уж простить за жарганизм терпилом, который даже за свою мать постоять не хотят. В итоге мальчики сознались в содеянном и попросили прощения у пенсионерки. Однако на этом история не закончилась. Мужчина рассказал, что ночью к нему пришли родители мальчиков. Они рассказали, что провели воспитательную беседу со своими детьми, а с мужчиной будут разбираться исключительно через полицию. Продолжение следует... Их работе мешали дождь и туман. Вертолет нашли спустя 12 часов. По данным СМИ, при падении машина полностью разрушилась на отдельные фрагменты и сгорела. На борту помимо президента Ирана находились 8 человек. Это глава МИД Ирана, глава провинции Восточный Азербайджан, имам мечети иранского города Тибрис, глава подразделения охраны президента, а также два пилота и технический офицер. Все они погибли. В Иране объявили пятидневный траур. Похороны России и других погибших пройдут 21 мая. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, заходите в наш телеграм-канал ТВК Нью. Там мы публикуем самое важное и срочное. Новости обновляются каждые 10-15 минут. А еще среди подписчиков мы разыгрываем 30 тысяч рублей. Итоги подведем уже 30 мая. Подписывайтесь на ТВК в Телеграме, адрес ТВК Нью и обязательно участвуйте. Как люди становятся наркоманами, что они чувствуют во время ломки и как приходят к чистой жизни. Коммунальщики показали, что достали из канализации на правобережье. Посмотрите и, пожалуйста, не бросайте мусор в унитаз. Вы смотрите новости ТВК Наш. Телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Почти 6 миллионов человек в России употребляют запрещенные вещества. Такие данные за 2023 год приводит проект «Трезвая Россия». Обычно употребление наркотиков начинается за компанию, на спор или чтобы добавить в жизнь новых красок. Но после первой дозы многие следуют вторая и третья. Как люди становятся наркоманами, что они чувствуют во время ломки и как приходят к чистой жизни. В этой теме разбиралась моя коллега Марина Погожева. Она сейчас в студии. Марина, можешь ли ты развеять миф, что бывших наркоманов не бывает? Даша, привет. Да, могу. Даже несмотря на то, что ситуация с наркоманией очень остро стоит в России. Я поговорила с несколькими красноярцами, которые употребляли наркотики не один год, но уже долгий период они остаются чистыми. Например, Максим – один из тех, кто согласился рассказать свою историю. Мужчина вырос в хорошей семье. В свои 14 лет за компанию он впервые попробовал наркотики. С легких он перешел на тяжелые, пережил две передозировки и получил судимости по статьям, связанным с наркотиками. Но он нашел в себе силы бросить вещества, организовал свой реабилитационный центр и теперь помогает людям бороться с зависимостью. Вот как он сам объясняет, почему решил завязать с запрещенными веществами. Вот как раз в один из последних случаев, когда у меня отказала рука, я тогда с девочкой встречался, ну, тоже такие больные отношения, она мне давно в визитки подсовывала. То есть сходи на группы, сходи туда-то, сходи сюда-то. Но я не делал этого. И потом в один прекрасный момент, я реально уже сам устал, то есть я работал с братом со своим. В общем, у меня была рабочая машина, ну, все вот такое, короче, меня забирает эта рабочая машина, все, я остаюсь вообще без ничего, без денег, без чего в ломбардах, машина на штрафплощадке, потому что, ну, потому что ее забрали. И на тот момент я просто понял такой момент, что я устал жить постоянно уставшим. То есть я живу постоянно в уставшем состоянии, я от этого устал. Ну, и все, и я решил попробовать. Она мне предложила, говорит, хочешь, поедешь в реабилитационный центр? Ну, и все. Это вот 14 апреля 2014 года. Я говорю, ну, ладно, поеду. Ну, она меня, конечно, обманула, она мне сказала, там, два-три месяца побудешь, тебя придешь, ну, а я, как бы, думаю, ну, ладно, поеду. Вот, ну, и все, и я поехал. В итоге я пробыл там 9 месяцев, пришел оттуда, ну, и я уже там сам себя настраивал на это, на все. То есть, ну, опять же, работа на специалистов. Еще один человек, с которым мне удалось пообщаться, это красноярка Ольга. Она, как и Максим, в подростковом периоде попробовала в компании ровесников легкие наркотики, а спустя несколько месяцев перешла на героин. Путь девочки из обеспеченной семьи прошел через воровство у родных, передозировки и даже продажу наркотиков. Но Ольга смогла спастись от зависимости через веру, пробыв в религиозном реабилитационном центре несколько месяцев, И вот уже 21 год она остается чистой. Чтобы от этого отводил, чтобы он мне помогал, чтобы он меня опять в это болото, мне больше не хотелось. И у меня с Богом прямо был договор, что я очень хочу семью и детей, и я знаю, что после наркотиков это будет все не просто достаточно, особенно по здоровью. И я не буду больше никогда употреблять наркотики, только вот, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня была семья и дети. Чтобы развеять миф, что бывших наркоманов не бывает, я поговорила с экспертами. Как рассказал нарколог, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера номер один Евгений Абакумов, вопрос о том, существуют ли бывшие наркоманы, нужно рассматривать со следующей позиции. Врач отмечает, что существует три группы людей, у которых развилась зависимость. Первое – это люди с медицинским употреблением веществ и постепенным привыканием к ним. Второе – это люди, которые начинают употреблять вещества совершенно осознанно, из-за безысходности, потому что ничего другого интересного в их жизни нет. И третье – это те, кто начинают употреблять под влиянием атмосферы, окружающих, их идей или ради какой-то рекреации, расширения сознания. Специалист подчеркивает, что первые две категории – жизнь с наркотиками время от времени очень не устраивает, а вот третью – наоборот. Поэтому, если попытаться ответить на вопрос, может ли бывший наркозависимый оставаться чистым, то его нужно рассматривать со следующей позиции. Может ли первая, вторая, третья группы оставаться в ремиссии? Но отказаться от приема наркотиков может вообще любой человек. Первое. Второе – вне зависимости от стажа и т.д. и т.п. Второе – у него для этого должно быть желание. И третье – у него должен быть какой-то смысл в том, что он будет жить лучше, если отказаться от наркотиков. Чем-то, что-то должно перевешивать. Все то, что он получает от наркотиков, жизнь должна перевешивать, которая его ждет дальше. Перспективы должны быть, понимаете? В дальнейшем жизни должны быть перспективы. Не только желание бросить наркотики, но и перспективы, что он там будет делать, когда бросит. Кроме того, я поговорила с психологом Центра «Высота» Светланой Мурзиной. Она отмечает, что близкие наркозависимых прежде всего должны осознать реальность, перестать скрывать и замалчивать правду. Пока это происходит, зависимость у близкого человека будет продолжать развиваться. Также специалист дает несколько советов, с чего нужно начать действовать, чтобы помочь близкому, который страдает наркотической зависимостью. Например, перестать брать ответственность за зависимого, не доверять каждому его слову и, конечно же, обратиться за помощью. Ну а более подробно узнать истории героев, их путь, советы нарколога и психолога вы можете в моем лангриде. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, или ищите его на сайте tvknews.ru. Даша, у меня на этом все. Спасибо. Напомню, в студии была Марина Погожева. Она собирала истории красноярцев, которые побороли наркотическую зависимость, а также выслушала советы нарколога и психолога. Если вы хотите еще раз посмотреть этот материал или поделиться им в социальных сетях, заходите к нам в группу ВКонтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем ютуб-канале ТВК Нью. Но мы продолжаем. Мусорное чудовище весом примерно 10 килограммов достали из канализации в Красноярске. Слесари устранили засор на улице Судостроительная. Коммунальщики говорят, местные жители забили трубы влажными салфетками, ватными палочками, средствами интимной гигиены, тряпками и другим бытовым мусором, который нельзя выбрасывать в унитаз. Только за один день канализацию в этом доме пришлось чистить 9 раз. По всему Красноярску в этом году произошло уже несколько тысяч таких аварий. С января по май слесари Краском уже устранили более 5000 засоров твердым бытовым мусором в трубах водоотведения, которые устроили горожане. Никакая техника, которая предназначена для перекачки воды, пусть и грязной, она не справится с тем, чтобы ее забивали таким количеством твердого бытового мусора. А для того, чтобы такие дурнопахнущие инциденты не повторялись, жителям достаточно соблюдать одно единственное правило – использовать унитаз по назначению, а не принимать его за мусорное ведро. В Центральном районном суде прошло третье заседание по делу Александра Глескова. Сегодня в суд пригласили ключевого свидетеля со стороны обвинения. Им стал экс-депутат законодательного собрания Сергей Титов. По версии следствия, именно он выступал посредником в передаче взятки в 1 миллион рублей Глескову. На заседании Титов поделился, что депутат в то время якобы выражал негативное отношение к Юсубову. И чтобы прекратить давление, Глесков предложил взятку наличными 5 миллионов рублей. Из них сам Титов, по его словам, получил 1 миллион рублей в черном пакете через посредников. В своем кабинете экс-депутат его вскрыл, чтобы убедиться в наличии денег. Стать посредником Титова вынудила не материальная выгода, а страх, передает сам свидетель. В ходе заседания защита ходатайствовала зачитать заявление Титова о явке с повинной. Выяснило, что сказанное Титовым в суде противоречит изначально сказанной информации. В заявлении экс-депутат писал, что Глесков вымогал у Юсубова не 5, как рассказала ранее, а 6 миллионов рублей. Глесков обвинил Титова во лжи. Следующее заседание назначили на 21 мая. В суде будут рассматривать письменные показания по уголовному делу Александра Глескова. Полиция возбудила уголовное дело после драки с участием футболистов Енисея. Статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы. Несмотря на дело, футболисты, которые стали участниками конфликта с отдыхающими, принимают участие в матчах. Так, на игре в субботу, 18 мая, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников были заявлены в стартовом составе, а Владимир Хозин остался на скамейке запасных. Напомню, конфликт со спортсменами и отдыхающими произошел 13 мая на Красноярской базе отдыха. По словам посетителей базы, футболисты вели себя шумно и не реагировали на просьбы быть потише. После этого между кампаниями началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Отдыхающие считают виновными спортсменов. Футболисты, в свою очередь, утверждают, что спровоцировала конфликт другая сторона. В Красноярске три летних лагеря начали нелегально набирать детей. Какие организации не получили лицензию, подробнее об этом и не только в рубрике «Новости. Коротко». В Советском районе отменили отключение холодной воды. Красноярцев планировали оставить без водоснабжения с 31 мая по 2 июня. Однако специалисты обновили электрическое оборудование раньше срока, сообщают в Краскоме. Поэтому полной остановки водозабора острова Татышев не будет. Однако коммунальщики предупредили, к отопительному сезону воду будут отключать точечно на несколько часов. Расписание локальных отключений будет известно позже. В Красноярске рекламируют нелегальные детские лагеря. Учреждения, которые не внесены в специальный реестр с подтверждением безопасности, обнаружили специалисты Роспотребнадзора. Речь идет о лагерях «Гравитация. Территория познания», «Найс Кэмп» и «Лига роботов». Там предлагают дневное пребывание, питание и тематический досуг. На сайтах некоторых организаций даже есть положительные отзывы. Однако такие учреждения не прошли проверку санитарных норм. Ведомство вынесло предостережение. Краснеярские школы и детские сады поставляли мясо с опасными бактериями. В замороженной говядине выявили листерию – возбудитель инфекционного заболевания, которое опасно для беременных, новорожденных и людей со слабленным иммунитетом. Производитель опасной продукции – индивидуальный предприниматель Пономарев из Березовского района. Ему объявили предостережение. Производственный сертификат аннулировали. Россельхознадзор предупредил о зараженном мясе образовательные учреждения, в которые поставляли продукт. Какие именно школы и детские сады – неизвестно. Это новости ТВК. Если вы сейчас смотрите этот выпуск на Ютубе, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это важно не только нам, но и алгоритмам Ютуба. Так ролик смогут увидеть еще больше людей, а нам это поможет снимать новые проекты, выпуски новостей и сюжеты. Пропал кот Борис из библиотеки музея Астафьева. Он жил там три года и вот уже неделю не появляется. Какие подводные камни можно встретить при покупке вторичного жилья и как предпринимателю получать выплаты по больничному листу – об этом в рубрике «Вопросы юристу». Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. В Овсянке больше недели не могут найти кота Бориса. Он ушел из библиотеки музея Астафьева на прогулку 12 мая и до сих пор не вернулся. Сотрудники учреждения рассказывают, что в небольшом селе Борису сложно затеряться. Он знает округу. В самом музее питомец живет уже три года. Некоторые посетители даже приезжают в Овсянку специально, чтобы познакомиться с пушистым наблюдателем. Работники библиотеки предполагают, что кто-то из гостей Овсянки мог принять кота за бездомного и увезти с собой. Они надеются, что питомец скоро вернется и просят жителей помочь его найти. Сейчас на ТВК рубрика «Вопросы юристу». Какие бывают подводные камни при покупке вторичного жилья и как предпринимателю получить выплаты по больничному листу. Об этом расскажут адвокат Бюро Хорошев и партнеры Виктория Лобанова. Здравствуйте. Я Виктория Лобанова. Это рубрика «Вопросы юристу». Какие бывают подводные камни при покупке вторичного жилья? Из-за чего сделку могут аннулировать? Аннулирование сделки происходит путем признания такой сделки недействительной. Согласно части 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительной сделкой признается сделка по основаниям, указанным в законе, в силу признания ее таковым судом, оспоримая сделка, либо независимо от такого признания, ничтожная сделка. А с требованием о признании сделки недействительной может обратиться одна из сторон, либо лица, которые прямо указаны в законе. Если кратко, то основания для признания сделки следующие. Сделка заключена с нарушением интересов сторон по договору и не соблюдены требования по форме к данной сделке. Сделки бывают оспоримые, либо ничтожные. Поскольку недействительная сделка не порождает никаких последствий, то после признания ее таковой стороны должны вернуть все полученное по договору. Как индивидуальному предпринимателю получать выплаты по больничному листу? Индивидуальные предприниматели, кроме них это еще и адвокаты, нотариусы, не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Однако они могут добровольно вступить в эти отношения, обратившись с соответствующим заявлением в Социальный фонд России в силу федерального закона об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За подробной информацией о размере страховых взносов, о порядке их исчисления и уплаты, я советую обратиться в Социальный фонд России по месту вашего жительства. В Красноярске пройдет шестой фестиваль театра юного зрителя «Язык мира» в программе спектакли из Москвы, Брянска и Севастополя. Откроет программу сказка «Бременские музыканты» Московского государственного академического театра имени Моссовета. Постановку покажут 28 августа на сцене театра оперы и балета. 31 августа и 1 сентября «Брянский тюз» покажет сказку о мертвой царевне и семи богатырях в культурном центре на Высотной. В эти же дни выступят актеры из Севастополя. На сцене музыкального театра красноярцы увидят трагическое представление нос по повести Гоголя. 3, 4 и 5 сентября театр на отце представит спектакль «Каренина. Процесс». Завершат программу фестиваля «Язык мира» актеры МХАТ имени Горького со спектаклем «Три сестры». Постановку покажут 7 и 8 сентября на сцене театра оперы и балета. По данным онлайн-кассы, билетов на спектакли осталось меньше половины. Стоимость варьируется от 1 до 7 тысяч рублей. Сегодня героем рубрики «Наталья Кичина и дорогие мои земляки» стал один из самых титулованных альпинистов и скалолазов страны, единственный в России двойной мастер спорта международного класса по скалолазанию и альпинизму, стал бист Валерий Болезин. Обратите внимание на технику лазуния. Три шага и Валерий уже поднялся к первому пункту страховки. Пройдено 4 метра. Быстро набирает высоту, быстро налаживает страховку. С этого чемпионата страны в 87-м году Валерий Болезин, как всегда, вышел победителем. Он был первым в парной гонке, вторым в индивидуальном лазании. Прославленный спортсмен и тренер разбирается на скалы, подобно дикой кошке, быстро, легко и грациозно. Сейчас 70-летний Валерий Викторович сам затрудняется сказать, сколько у него медалей. 150, говорит, есть точно. Только чемпионаты страны по скалолазанию он выигрывал 16 раз и 10 раз подряд возглавлял рейтинг спортсменов. Спорт от планы рожден, вся страна – это наш стадион. При всем обилии чемпионских титулов к ним можно приплюсовать еще один титул самого скромного чемпиона, не любящего быть в центре внимания. Сейчас это кажется нонсенсом, но в свое время ученика спортивного класса Болезина признали неперспективным. Баскетбол, волейбол его не привлекали. Ну а со временем на нем так вообще учителя поставили крест. Травма у меня была серьезная, когда я в школе учился. У меня перелом руки был открытый. Год рука почти не действовала. И она до сих пор мне не разгибается, не сгибается. Ну я с такой рукой. Ну а ничего, с такой рукой лазил. Как с неразгибающейся рукой можно приспособиться взбираться на скалы, кажется, фантастикой. На столбы неперспективный Болезин первый раз попал лет в 14. Сначала вдохновился не очень, а потом уже студентом политехнического он стал посещать секцию и постепенно увлекся. Прежде чем уйти с головой в спорт, а сейчас Валерий Викторович тренер сборной края, он три года проработал инженером-радиотехником на телевизорном заводе. И вот это инженерное образование и инженерная мысль во времена СССР альпинистам и скалолазам были большим подспорьем. Ведь в магазинах не было ничего. Делали сами. Вот на Красмаше у нас там наша бригада работала. У нас на Красмаше был наш тренер, один из тренеров сапожников. Он был главным энергетиком завода, то есть он большой начальник. Поэтому он там организовал производство. Там делали закладки, крючки, карабины, все. И газовые горелки, то есть все сами делали. Конек Валерия Болезина не высотники, а скалы повышенной сложности – это еще вопрос, куда труднее зайти. Боевое крещение было очень жестким. Шестая – самая высшая категория сложности. Пик свободной Кореи на Теньшане. И при этом нереальная непогода, когда в процессе подъема температура резко менялась, начиная от плюс 10 градусов. Когда лезешь, руками берешься за скалу, а по ней вода бежит, вода забегает в рукава и выбегает из штанов. И потом постепенно температура понижается до минус 5-7 градусов, все замерзает. И сам тоже начинает замерзать. А стена, надо лезть, нет ни полок, ничего. Потом мы в конце концов нашли маленькую полочку. Такую. В общем, такое треугольное. Полтора метра на метр. Ну, такая треугольная. Один катит метр, другой полтора метра. И вот четверо на ней уселись. Как тренер сборной края Валерий Болезин утверждает, у нас лучшая команда в стране, может и в мире. И во многом потому, что у нас есть свой такой природный тренажер «Столбы». И братство столбиское. Ведь скалы – это всегда работа командная. И важно, кто с тобой в связке. В избушке Дельвезди Валерий Викторович завсегдатый за почти полвека все обитатели стали друг к другу, возможно, даже больше, чем родственники, которые первыми приходят друг к другу на помощь. В голодные 90-е они опять же своей командой работали высотными альпинистами. Что помогло выжить. Работа была довольно высокооплачиваемая, потому что высотные монтажники на высоте. И, в общем-то, так, ну, скажем, бывало, что деньги иногда не платили, а натуральным, скажем, обменом. То, скажем, там заплату колбасу дадут, то чем-нибудь еще. А потом, когда это все ты реализуешь, ну, это были такие. Конечно, глава семьи, муж и отец и дедушка Валерий Болезин дома редкий гость. Он часто бывает на соревнованиях с подопечными как тренер и на ветеранских как участник. А дома в свободное время при любом удобном случае рвется на столбы. Не могу говорить без природы. Вот именно такое, как на столбах, а не на даче. У меня такая поговорка – отдача, брак человека. Что на даче делать? Бывает, что хобби такое у людей. Им нравится там разводить, там чего-то выращивать. Но мне это как-то не по душе. Я даже, наоборот, если что-то заставляют работать на даче, я так устаю, что в несколько раз больше, чем я на столбы схожу. Валерию Болезину на столбах никакого навигатора не надо. Кажется, и с закрытыми глазами он до любой скалы быстро доберется. На вопрос, без чего, совсем нельзя прожить, любой человек, не задумываясь, ответит. Без воздуха, воды, еды. А любой столбист, такой, как Болезин, твердо убежден – совсем жизни прожить нельзя без столбов. Вылезешь наверх, где-то на скалу, сядешь, сидишь, там, если даже никого нету, такое какое-то наступает умиротворение, такое, ну, может быть, даже какая-то энергия, там, вполне возможно. Наталья Кичина, Анастасия Масленникова, новости ТВК. И на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова